Здарова, ребят, меня зовут Паша Сеур, и я тут недавно съездил в отпуск небольшой по северным городам нашей необъятной. И сегодня я расскажу про свое небольшое приключение, может кому-то будет полезно в формате, куда съездить, когда границы нашей страны закрыты, к сожалению, из-за коронавируса. Поехали! Начну с того, что в разработке плана нашего путешествия я особо не участвовал. Все было отдано на откуп моей жене и в большей степени нашей подруге Оле. И, собственно, втроем мы и путешествовали. Поехали мы изначально в Санкт-Петербург ночным поездом из Москвы, и окромя амбре копченой колбасы из соседнего закутка плацкарта ничего такого не происходило. Ну, разве что примерно 80% всего состава это были походники с байдарками и катамаранами. И места они занимали дофига. Ну да ладно, приехали мы в Питер с утра пораньше, и у нас было порядка 4 часов до отправки нашего автобуса в Приморск. Мы доехали до центра, и тут был первый культурный шок. Потому что в Москве за месяц я уже привык, что все ограничения сняты, и можно спокойно путешествовать по городу без ограничений. Ну да, рекомендуют носить маски, перчатки, но это вот именно рекомендательный характер. В Питере же все сильно строже. Во-первых, закрыты половины музеев, что впоследствии нам аукнулось. И нельзя зайти почти во все рестораны, да. Даже в туалет заказать, все на улице, все в летних верандах. А летние веранды, они сами по себе не очень большие, как правило, у ресторанов, если вообще есть. А количество желающих туристов велико, даже учитывая, что все это наши соотечественники. Ну ладно, с горем пополам мы нашли где покушать и поехали на автовокзал. По пути Оля говорит, а к нам присоединяется еще мой товарищ из Санкт-Петербурга, зовут Леша. Мы такие, хорошо, без проблем. И вот мы уже четвером ознакомимся с Лешей и отправляемся на автобусики в Приморск. Ехать до Приморска примерно три часа. Но из-за того, что прекрасная амбре колбасы мешала мне спать, я проспал весь путь до Приморска. Сам Приморск мне напомнил мой родной город Борисоглебск, что находится под Воронежем. То есть такой невзрачный, тихенький, маленький, пяти, редкие девятиэтажки, раздолбанные дороги, раздолбанное в целом все. И такие не спешащие никуда люди. Ехать в Приморск стоит ради двух моментов. Во-первых, это, конечно же, древняя кирха. Ну, не то чтобы древняя, ей там сто с небольшим лет. Она выполнена в сдержанном, таком несколько пугающем стиле. И вокруг нее отличный вид. Сойти в нее, к сожалению, можно только с одной стороны, где располагается Краеведческий музей. Он там не очень большой, да и вход стоит 50 рублей. Собственно, походить там, посмотреть есть на что. Эхо войны и, как я это назвал, то, что было у моей бабушки в деревне, куда я ездил летом. А теперь это части экспонатов музея. Думаю, я далеко не один такой. Ладушки. Второй момент, ради чего стоит поехать в Приморск. Недалеко от кирхи, там в 100 метрах располагается старинная убитая в усмерть пристань. И вот прогуляться по ней довольно колоритно. Она такая вся убитая, с большими дырами, с какой-то арматурой наторчащей, с древней портовой фурнитурой для кораблей. Очень колоритная, очень крутая, но местами опасная, будьте осторожны. А там местные рыбаки сидят и бухают. Но пофоткаться и просто насладиться видом там одно удовольствие. Дальше мы ушли где-то на 200 метров от кирхи. Там местный пляжик. И мы там с удовольствием покупались. Правда, как покупались, там где-то полкилометра ты идешь тебе по пояс, и потом потихонечку по плечи. Нормальной глубины там, к сожалению, нет. Но ополоснуться после жаркого дня, чего бы нет. После этого мы сели в автобус и поехали в Выборг. До Выборга ехать где-то полтора-два часа на тоже таком раздолбленном стареньком советском автобусе. Такой а-ля Буханочка. Тоже я вспомнил свой Борисоглебск старый. И вот доезжаем мы до Выборга. Уже вечереет. Мы пока идем до своего хостела-апартаментов. Мы просматриваем немножко город. И он действительно очень красивый, очень колоритный и чарующий, я бы сказал. То есть погулять там одно удовольствие. Дойдя до нашего хостела, заселяемся, оказываемся участниками, счастливы вместе. Где проживало семейство Букинов. Потому что наш номер оказался двухэтажным. Примерно с такой же лестницей, уходящей на второй этаж. И в целом за приятную цену, что-то, по-моему, тысяча рублей с человека за ночь в максимально приятном номере мы пожили с круглым окном, с холодильником, телевизором, вай-фаем. Все пироги. Прям рекомендую. Плюс само здание, в котором находится хостел, оно там то ли 16-го, то ли 15-го веков. И это прям приятно ощущается и круто. Утром мы двинули изучать окрестности. Мы походили по всему историческому центру. Тут, да, вскрывается проблема Питера. То, что только веранды. Внутрь зайти нельзя. А веранды в целом маленькие. Потому что Выборг город как бы с маленькими улочками. И все местные ресторанчики, таверны и прочие забегаловки смогли выставить по 2-3 столика. А нас было 4. И вот занять столик было несколько проблематично. Но мы справились. После прогулки по центру, очень приятный, повторюсь, очень клевый город. Вот Выборг я рекомендую съездить, если не были. Причем Леша, наш четвертый коллега, который к нам недавно присоединился. Он уже был в Выборге в 18-м году. И он рассказал, что город разительно изменился в лучшую сторону. Что много мусора убрали, множество стройк облагородили. Отреставрировали кучу новых мест, новых зданий. И это здорово. Я бы еще Выборг, наверное, в году 25-м сгонял бы посмотреть, что изменится за 5 лет. После просмотра центра мы двинули на местную достопримечательность. Такая крепость с большой башней, с которой открывается, наверное, красивый вид. Об этом чуть позже. Когда Вы начинаете подниматься по этой крепости, Вы встречаете кучу всякого интересного интерактива. То есть, там и историческая реконструкторская кузница с большими мехами. Там и возможность пострелять из арбалетов, луков. И вот Вы поднимаетесь потихонечку в кассу, где Вы узнаете, что пускают на вышку только по 20 человек из-за коронавируса. И только раз в полчаса. И ближайшая возможность залезть туда только через 5 часов. И мы сказали, давай, до свидания. И с крепостью мы попрощались. То есть, наверное, там круто. Но я не знаю, потому что столько времени у нас не было. Мы свалили с крепости и ушли на местные пляжи, где просто там помочили ножки, вызвали такси и двинули в Монрепо. Это такой прибранный слэш дикий парк. Очень своеобразный. Нас туда привез крайне колоритный таксист, который ругался с другими таксистами. Я радовался, что вот финны, которые раньше были в Выборге постоянно, они просто приезжали бухать. А вот наш народ приехал, и уже 31-го человека везет он в этом Монрепо. Но приезжаем в Монрепо, там вход 100 рублей, обычно 200, но так как там много на реставрации, то мы платим 100, проходим, никто билет не проверяет, возможно, можно было и не покупать. Но да ладно. И это огромная территория, по которой можно полазить, походить, погулять в свое удовольствие, ну, там, 2-3 часа спокойно. Там есть, периодически встречаются всевозможные конструкции, типа храм Посейдона, но он сратенький на самом деле, просто какой-то мини-греческий храм Посейдона, ни о чем. Без самого Посейдона и без чего-либо я, короче, расстроился. Есть какие-то древние старинные колонны стоят, разрушенная крепость, к сожалению, туда нельзя войти. И прекрасный вид на такой, ну, не то что заброшенный, а дикий парк. То есть там есть тропинки облагороженные, да, по которым можно спокойно ходить, а есть возможность свернуть там вправо, влево, тут тропка в городе, тут по камням забраться, тут туда, тут сюда. И прям действительно встречаются прекрасные виды, прекрасные деревья, прекрасные скалы, прекрасные камни. Казалось бы, если вы художник по миниатюрам, если вы художник просто 3D-шник, это просто рай для поиска референсов. Вот я только ради этого туда готов съездить еще раз. В целом приятное место и рекомендую, если вы окажетесь в Выборге. После этого мы вернулись в Выборг, поужинали, собрались и двинулись на ЖД-станцию, чтобы электричка нас умчала и сортовала. До сортовала ехать на электричке 3 часа. Да, долго, но электричка клевая, современная, ласточка, с шикарной туалетой, шикарная эти креслица, шикарное все. Жалко только, что зарядки нету для каждого сидения, ну, или хотя бы для каждого ряда сидений. Ну, что поделать. Приезжаем мы, значит, в Сартовало. Это самая северная наша точка путешествия. То есть это вот Питер, здесь Выборг, здесь Сартовало. Подъезжаем и думаем, надо заказать такси. Открываем Яндекс.Такси, нам показывает, что расстояние до нашего хостела где-то 1,5-2 километра, а машин нет. Такие, ну ладно, может здесь Яндекс.Такси в принципе нет. По-любому будут бомбилы. Мы выходим на станцию, там ютятся как раз таки таксисты. Мы такие, отлично, сейчас мы как-нибудь доедем. Подходим к мужикам, говорю, мужики туда-туда-танчики нет. Мужики? Нет. Мужики? Нет. Как выясняется, они работают в формате маршрутки. Они набивают 4 пассажира и везут в какую-то конкретную точку. Ну, где примерно все и живут. И как-то так совпало, что туда, куда нужно было нам, никому больше не нужно было. Мы расстроились, ну ладно, ну черт с ним. Начали гуглить, нагуглили местные такси. Позвонили, сказали, машин нет. Позвонили во вторую, машин нет. Мы такие, ну, что делать? Может, звезды говорят нам, что хрен вам, а не машина. Взяли рюкзачки и потопали через незнакомый, малоосвещенный, а где-то вообще неосвещенный город. Полтора километра от ЖД-станции. Не очень уютно было, но мы справились. Заходим мы, значит, в наш хостел. Здороваемся с владельцем, он выдает нам ключик. И тут мы узнаем одну странную особенность местного колорита. Хостел называется Старс Хостел. И каждый номер, каждая комната оформлена под цвет определенной звезды. То есть есть Blue Star, Red Star, Green Star. У нас был Pink Star. Это своеобразное место, крайне своеобразное. Как будто рай для Барби. Все стены розовые, занавески розовые, постельное белье розовое, и еще плюшевые розовые мишки с I love you. Почему-то над моей кроватью именно он висел, но я его в карцер отправил под кровать, чтобы он меня не отвлекал. Да, своеобразный экспириенс. Ну ладно, в Сартовало мы изначально приехали, чтобы посетить распиаренную, особенно для тех, кто был в Питере, знают, Рускеало. Рускеало это такой большой, как это уже, ну, час, наверное, это парк, а раньше это был карьер по добыче мрамора. Крупнейший карьер по добыче мрамора в России, ну вот в северной его части. Ну да ладно, наш владелец хостела сказал, что вот можно, не доезжая до, собственно, Рускеала, выйти пораньше, и там будут клевые водопады. Ну, мы доверились, очередной раз мы доверились местным, они нас... Приезжаем на автостанцию, говорим, так и так, нам нужно три билетика, да, Рускеала, НК, а остался один. Мы такие, а что делать? Договаривайтесь с водителем. Пришли к водителю, говорим, так и так, нас стоя возьмете? Он такой, да, без проблем, можете еще обратно взять билеты. Время примерно 11 утра, а обратно он уезжает пол шестого. Мы такие, ну, как раз там туда заехать, там дойти, там потусить. Нормально, должно хватить. Берем билеты туда-обратно, туда 110, потому что мы вышли заранее, да, около водопадов, а обратно 160 с человека. Ехать примерно 20-25 минут. Садимся, едем, высаживают нас около водопадов, а водопады распиарены тем, что там снимались, а зори здесь тихие. А мы не особо большие фанаты, а зори здесь тихие, но да ладно. 250 рублей вход, зашли, и там приятный такой закуточек с несколькими водопадами, три или четыре их. Везде обустроены красивые, из дерева, помостки, элегантные, где-то навесной мост есть, куча туристов. Гуляешь, наслаждаешься, все хорошо. Резные всякие мужички, лесовички кругом. Приятно, хорошо, но народу куча. Обходится все, дай бог, за полчаса, если не быстрее, и то медленным темпом все рассматривая. Ну, как все там, природа по сути только. И за это 250 как-то дороговато. Но мы какие-то расстроенные, вышли оттуда, пошли дальше, проходим там буквально метров 30, и видим тропинку, уходящую куда-то в кусты. Мы такие, будет смешно, если окажется, что эта тропинка ведет нас как раз к тем водопадам, но не через центральный вход за 250 рублей, а бесплатно. Проходим еще метров 15, и видим здоровенный, красивый водопад в отдалении. Минуточку, возвращаемся обратно до тропинки, проходим по тропинке, и да, она выводит нас как раз таки к этому водопаду. Да, там, конечно, все не обустроено, ничего не обустроено, там даже нужно перепрыгивать через один маленький водопадик. Но ты попадаешь в кусок дикой природы с большим красивым водопадом, без туристов и бесплатно. Вот он нам даже больше понравился. Ладно, пофоткались, вернулись обратно, нам до Рускеалы топать 4 часа, ой, 4 часа, 4 километра. И вот мы туда шпехаем, шпехаем, а жара, ой, мам, не горюй, там, ну, где-то 27, 28, но там ни тенечка, ничего, он прям тебе вот в шею мне как херачила, так себе было. Но, слава богу, там есть построенная хорошая дорога в целом и еще тротуар, то есть прям, то есть в лесу, в нигде, там дальше будет деревушка, которая постепенно, постепенно приводит нас к водопадам, а вот карьеру, к Рускеала. Ну, ладно, идем, 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 идем. Где-то нам остается полтора километра дойти до Рускеала, и мы смотрим на карту, а там вот наша точка, Рускеала, вот такой вот крюк, полтора километра, и здесь вот, ну, может, километр, какая-то тропинка небольшая, ну, не тропинка даже, там машины ездят, то есть дорога, но не асфальтированная, такая деревенская, протоптанная, скажем так, просто каменная. И мы такие, что нам, вот так идти, мы вот так пойдем, все, идем, 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 нормально, никаких указателей, ничего, местные деревеньки, там сдаем дом, под уикенды, все такое, идем, 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 и как раз таки выходим к Рускеала, там забор, там проход, там охранник, мы такие заходим, все хорошо, все, здесь домики, все обустроено, облагорожено, туалет, кафешка, там кассы, мы такие, хорошо, дошли, даже быстрее. Подходим мы, значит, к кассам, там стоит автомат, небольшая очередь, и я подхожу, как бы, самое начало, чтобы посмотреть, что там вообще есть из вариантов. И покататься на пароме, полторы тысячи с человека. Я такой, ну, покататься на тарзанке, тысяча двести с человека. Вход, 350 с человека. Я такой, а вход куда? Спрашиваю вопрос, этот, в очередь, а куда вход за 350? Они такие, да, это уже вы оплатили, и когда сюда вошли, я такой, да, оплатил, когда сюда вошел. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, московские туристы, русский Алла, 1-0. И здесь я узнаю, что женщина, когда вот выбирает билеты, она хочет взять паром, куда и мы хотели, в общем, дорого, но стоит того, наверное. Женщина узнает, что ближайшие билеты есть на 6 часов, а сейчас где-то час, а у нас в 5.30 уже обратный автобус. То есть нам до парома ждать 5 часов, и мы пропустим наши проплаченные места. И мы такие, ну твою мать. Там есть возможность поплавать на лодке, за косарь, по-моему, за лодку, но тоже ближайшее время 6 часов. Куча народа, и очень все раскупают заранее. То есть мы не знали, мы хотели там прям купить, но если вы соберете ехать в Рускеалу, то покупайте на паром заранее из дома. Каньон, самое вот ключевое, самое интересное место, это, ну да, такой здоровый-здоровый-здоровый каньон, в котором находится вода, изумрудная, красивая, прекрасная, и там ходят паром и лодочки с людьми. И уходят они все в систему пещер. И вот ради системы пещер как бы туда и стоит ехать, наверное, и паром, и лодки туда могут зайти, а пешие люди нет. Но мы, к сожалению, не смогли, и расстроенные пошли как бы смотреть просто территорию Рускеала. Московские туристы Рускеала, 1-1. Так в самом этом комплексе не так, чтобы много что есть посмотреть. Да, там есть небольшая одна пещерка, куда можно зайти пешком, но она очень маленькая, но такая очень уютная, колоритная, но очень маленькая, повторюсь. Есть еще два мраморных плато, где большие гигантские мраморные куски, срезы, куски добычи, камни, и в целом довольно колоритно, ярко, сочно. И вот как раз, возвращаясь к теме референсов, там тоже их куча. Причем много где настроены такие турики, то есть пирамидки из камней. Я не знаю, это ли просто какое-то стихийное событие, и туристы просто друг за другом повторяли, и тереть там их куча. Либо есть какая-то легенда, про которую мы, к сожалению, не знаем. Там есть сувенирные всякие лавки, из камня, из глины. Есть вдалеке еще одно озеро, такое же прекрасное, только там нет скал вокруг красивых, а просто лес. И купаться там нельзя, но все купаются, и мы тоже покупались, потому что была жара, и мы были расстроены в целом, и хоть покупаемся в Рускеале. И все, как бы, там в целом-то не так, чтобы много что есть интересного поделать, только вот эти пещеры. В пещеры гигантская очередь и дорого, то есть с нас там пять тысяч почти получалось. И это, наверное, самое главное разочарование нашей поездки, это вот Рускеала в целом. Ладно, поехали мы обратно, благо у нас было еще пару дней. На второй день, по плану у нас был второй день аренда лодки. На этой лодке с палатками мы должны были уехать на какой-нибудь дальний остров, устроить кемпинг, с утра собраться в лодку и вернуться в город, собраться и уехать из отеля и в целом из города. Но мы посмотрели прогноз погоды, выяснили, что ближайший день, следующий, будет пасмурно, иногда дождь, но не часто. А вот следующий день, когда мы должны уезжать, там прям ливень такой основательный. И мы решили, что вот уезжать с острова на моторке, ночевать и потом еще срочно бежать в отель выселяться, ну так себе план, не очень хочется. И, ну его. Мы решили просто сутки потратить на путешествие по островам, по местному архипелагу, по местным сортовальским шхерам. Ладно, приходим мы по адресу, а там какой-то странный полуразбитый дом, как будто там Каспер нам выдаст эти несчастные лодки. Звоним ребятам, они такие, а мы по соседству, у нас просто номера нет дома. Я такие, понятно. Приходит парень, веселый, забирает у меня паспорт, как залог. Говорит, ладно, рассчитаемся потом. Говорит, кто-нибудь умеет на моторке работать? Мы такие, нет. Они такие, о, у вас есть парень, немного по-сексистски, пусть он идет обучаться. Ну ладно, мне интересно. Меня сажают в лодку, показывают, как управлять, как включать, как выключать, как рулить, скорость менять, вот это вот все. Мне прикольно, немного страшно, да, с первого раза управлять моторкой, как бы я никогда этого не делал, но безумно весело. Загружаем мы с девчонками наши пожитки, с самих девчонок, садимся, едем, проезжаем где-то, ну не знаю, метров 200, и бац, у нас лодка глохнет. Мы такие, что такое? На веслах, там, благо есть весла, на веслах обратно. Звоним, ребята, что за фигня? Они такие, сейчас будем. Подплывают, смотрят, а, у вас топливо протекает. Поменяли нам шланг, поменяли нам этот коннектор для топлива, все нормально заработало. Проводили нас еще где-то метров 200-300, вместе с нами поплыли, все хорошо, отпустили, все, дальше едем сами. И мы направились, да, вот по местным островкам, на моторке, это безумно круто, безумно весело. Я никогда на моторке не ездил, но я вот люблю водяную тематику, и мне было безумно по кайфу управлять моторкой. Это прям, наверное, лучшее впечатление о поездке. И мы путешествуем по маленьким островочкам, в целом там ничего интересного, встречаются маленькие маяки. Когда нам рассказывали путь, говорят, вот здесь старый маяк, здесь старый маяк, здесь старый маяк. Мы такие, круто, старые маяки, это же прям, увах. А по факту старые маяки, это такие двухметровые бетонные коробки. Мы сначала подумали, что это старушка местных рыбаков. Не очень впечатляюще, но что поделать. По факту наш путь был гигантский круг, да? Вот здесь нас сортовало, здесь наша точка интереса. Вот мы за три часа доезжаем вот сюда, выгружаемся, пьем чаек, кушаем, купаемся. Водичка была бомбическая. периодически встречаем другие лодки, других людей, там машем, радуемся, круто, всем все нравится. Наступает время отчаливать, да, то есть мы половину проплыли, там отдохнули, и вот едем дальше как бы завершать наш день. Мы должны были вернуться часов в восемь, нам разрешили часов в девять, вот, сейчас где-то часов в шесть времени, мы стартуем, напоминаю, что мы ехали три часа до этой точки, стартуем, и не стартуется. Тут еще я вспоминаю фразу, которую говорил, пока мы шли до моторок, я говорил, что мое единственное воспоминание о моторках, это то, что мужики пытаются ее завести, эту моторку, и у них не получается. Это вот движение стартером, оно отчетливо у меня в голове с детства засело. Я говорю, вот по-любому такое будет. И вот, да, мы собрались, запускаем мотор, я дергаю, ничего, дергаю, ничего. Вспоминаю, что мне сказали, что если мотор остынет, то нужно подсос, там, такую штучку отдернуть, и дернуть с ним. Я такой думаю, ну, хорошо, отдергиваю, ничего. Я такой, ладно, еще раз, ничего. Закрыл, еще раз, ничего. Ну, раз 30-40 я подергал, ничего не произошло. Рука уже, хоть правую я и тренировал всю свою сознательную жизнь, но, видать, маловато, видать, маловато. Не смог. Мы такие, черт, давай звонить. Хоп, связи нет, хоп, связи нет, хоп, ни у кого связи нет. Не у Мегафона, Теле 2 и Билайн. А, не Мегафон, а МТС, Билайн, Теле 2. Вот, ни у кого не было связи. Мы такие, черт, и что нам делать? Ладно, давай на веслах выгребать до ближайшего острова, у которого какое-то подобие горы есть. Где-то минут через 40-50 мы до него догребли. Спасибо, Оле. Она там гребла, как не в себя, настоящая валькирия на дракаре нашем. И вот наплечалили к острову, там уже все пересрали за этот период. Выходим, есть связь. Звоним, ребятам, так и так, не можем завестись. Они такие, наверное, вы залили бензином мотор, попробуйте просушить, отрубите все там шланги, зажимы и так далее, и просто в холостую 40 раз дернете. Потом все подключите, дернете, все должно заработать. Я такой, ну ладно. Девчонок оставил на острове, на нашем необитаемом острове. Уплыл там на весла где-то в середину, давай дергать. Хоп-хоп, 40, опустил, подключил, ничего. Поднял, еще раз 40, опустил, ничего. Грибу обратно. Девчонки такие, Паш, давай еще раз попробовать. Ну ладно, черт с него, рука такая уже как пьяный осьминог. И дергаю еще раз. Все, уже рука ни в какую. Девчонки говорят, давай мы. Сажаю девчонок, они пробуют, тоже ничего. То есть где-то суммарно раз 200 мы дернули на мотор. Вот я несколько раз вспомнил про мужиков, которые дергают, дергают, а ничего не происходит. Вот, 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 вот. Ладно, вернулись мы на остров, отзвонились ребятам, говорим, так, мол, так, ничего не получается, как вы говорили, сорян. Они такие, ладно, мы едем вас спасать. Мы понимаем, что мы ехали сюда три часа, и в целом мы не так, чтобы много где останавливались, и много где тупили. То есть парни приедут часа через два минимум, а скорее всего два с половиной. И они звонят и спрашивают, а где вы? Я говорю, а мы вот на таком-то острове, это такое здоровое финское, хрен выговариваемое название, и, ну, окей, такой странный, ну, наверное, местные, они все эти названия знают. Я такой, турист из Москвы, че лошара, я ни черта не знаю, они-то знают. Окей, все хорошо, ждите будем. Ну, мы там чаек заварили, покупались еще. Часам к десяти, наверное, начало уже смеркаться. Там в целом такие, ну, не белые ночи, а такое последствия белых ночей, и довольно светло, слава богу. И вот это вот единственное время, единственный день, когда нас донимали комары, и то немного. То есть ни мошек, ни комаров, ни оводов почти не было в течение всего путешествия, мы даже ничем не пшикались. А, да, там еще несколько раз лодки проплывали, мы пытались им махать, что ребята, помогите, у нас мотор не работает, за что они поворачивались и радостно махали нам в ответ. Как потом мы выяснили, нужно махать было, оказывается, своим жилетом спасательным рыжим, но мы об этом не знали. Что поделать? А, еще мы там успели поругаться, я пошел там мириться с женой, Оля пошла землянику на островке и в итоге мы сидим, валяемся с женой на необитаемом острове, на мху, смотрим на небо, смотрим на местных сикомых. Жена говорит, Паша, смотри, они похожи на вертолетики. Такой, да, и криколи, сука, у нас лодка уплыла. Мы подрываемся, смотрим, что правда наша лодка, мы видим, проезжал катерок и волной нашу лодку как бы унесло где-то метра на 4, то есть уже ни рукой, ни палкой, ни ногой, не достать и приходится Оле там нырять и доставать эту лодку. Ну и в итоге дичонки еще покупались, чайка попили, время где-то полодинства, приплывают наши спасители. Говорят, еле нашли ваш сраный остров на карте, потому что мы пользуемся местными своими названиями, русскими. Такой, сука, вот, наверное, ахеренно удобно пользоваться своими названиями, а на всех картах финские никому не нужные. Бомба! Ребята разворачивают мотор и понимают, что когда я выдергивал подсос, видимо, я очень сильно его выдернул, хотя я этого вообще не помню, вроде просто потянул на себя, но подсос остался в этом положении даже тогда, когда я его закрыл. То есть у нас постоянно шел поток бензина на мотор и заливал его. Как бы мы не дергали, сколько бы мы не дергали. Ребята, это выяснили, починили, там, зажигалкой просушили свечу зажигания и все, наконец-то, заработало. Мы смогли спастись необитаемого острова. Ура! Садимся мы, значит, в лодку к ним, а один из них в нашу лодку и идем примерно минут сорок по воде, спокойно обсуждая. Да, тут мы выясняем, что названия местные не совпадают с названиями на карте, что здесь обитают медведи, волки, лисы, рыси. И слава богу, что мы их не встретили. И в целом, да, вот минут через сорок, где-то в районе одиннадцати с небольшим мы причаливаем к среднего размера острову, на котором находится семья этих ребят. И у них там пикник, девушки, рыбалка, все отлично. Они такие, ребят, вы дальше сами справитесь, а мы тут вот типа отдыхаем. Мы такие, ладно, фиг с вами, давайте. Пересаживаемся обратно на нашу лодку и двигаем в сторону города. Они нам говорят, доедете до сортовала, там будет мост, пройдите справа под ним, там какой-то штырь торчит, его слева огибаете и все хорошо. Мы такие, да, без проблем. Идем, 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 где-то уже ближе к 12 начинается дождь. И вот мы не хотели попасть под дождь, потому что не круто на воде быть в дожде. Слава богу, не гроза, но такой приличный, вполне ощутимый дождик. Идем, мокро уже, довольно прохладно, и мы немного злобно и плывем. Идем, 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 подплываем к стартовале, а я сижу, рулю сзади, а девчонки сидят передо мной и как бы закрывают мне вид и они по сути являются моими глазами. И они такие, вот там вот линия из света. Я смотрю, да, правда, есть линия из света. Я думаю, что раз она такая ровненькая и аккуратная, то это, скорее всего, мост. подруливаем туда, смотрим по карте и что-то нет. Вот перед нами на карте по GPS-у дорога, а справа мост. И мы такие, а, да, наверное, это дорога. Поворачиваемся, а там черное ничто, просто ни черта, ни огонечка, ни свечки, ни какого-то фонаря, ничего. Давай уже чуть ли не на ощупь причаливать к этому мосту. Смотрим, да, маленький понтонный мост и вот проем справа это, по сути, просто дырка в мосту. Там там такие терматуриные, камни и в целом это не очень пригодное для перемещения пространства. И мы при этом ни черта не видим, напоминаю. Мы тормозим, выключаем мотор на веслах, аккуратненько проходим под этим мостом в эту дырку и осознаем, что никакого штыря мы не видим, потому что мы физически ни черта не видим, потому что уже час ночи. И давай мы гигантский крюк такой сделаем, чтобы от греха подальше не напороться ни на какой выступ, ни на какой там штырь и так далее. Следующий день мы уже выясняем, что там была такая деревяшка торчащая прямо у выхода из этой дырки и что в целом мы сразу ее обошли, а лишний круг был излишним. Ну, а дальше нас встречают там минут через пять владелец лодки, главный там у них мы заруливаем в камыши, на веслах выгребаем, забирают, отдают нам паспорт, мы расплачиваемся, вышло нам в итоге все это в четыре с половиной тысячи, там три шестьсот за аренду лодки в будний день и девятьсот рублей бензина мы нажгли с этими постоянными дерганиями и на полном ходу то, что мы шли. Ладно, злые, обиженные, голодные, потому что правильно полвторого ночи ни одна доставка в городе сортовала не работает, мы вернулись и пошли спать. На следующий день мы, по сути, не знали, что делать, потому что у нас этот был день рассчитан на изучение города, на осмотр местных достопримечательностей, но как таковых и в городе нет. И по сути мы думаем, а что нам делать? Мы выселяемся, идет дождь и мы решаем пойти в гору. Ну как, мы на карте нашли гору и вроде как туда есть проход, там можно красиво выйти, еще и покупаться и вообще отлично. И в итоге там поначалу были хорошие красивые виды, мы вполне комфортно шли, но потом мы забрели в какие-то деври, вышли в итоге какой-то гигантской стройки, где нас не пропустили, не пустили, развернули, и в итоге мы злобные, мокрые, холодные, голодные вернулись на такси до ЖД-станции и продождали уже нашу ласточку. И по сути день мы потеряли зазря. Вот этот день был единственный, который вот вообще ни о чем, о нем мы жалеем. Сели в ласточку и обратно опять-таки через Выборг до Санкт-Петербурга уже за 4 часа. Тоже утомительно, но что поделать. Вернулись мы в Питер часов к 11, заселились в хостел, тоже прикольный хостел. Видимо, раньше это была гигантская просто квартирища коммунальная, потому что там было 6 или 7 номеров, и в нашем номере было 2 комнаты плюс ванна. То есть представляю размер этой гигантской квартиры в целом. Не очень дорого, то есть 1000 рублей с человека за ночь, учитывая, что это прям центр, марсово поле, очень уютно, очень круто, все оформлено таким красным кирпичом, прям отлично. Мы покушали, время было порядка часа ночи, и мы такие, а, тут развод мостов недалеко, пойдемте посмотрим. Вышли, посмотрели, круто, эффектно, вспоминается Нолоновское начало, когда смотришь на поднятый мост. Сожалею, что не застал творчество арт-группы Война, но что поделать. Мы вернулись обратно в номер, и мы переходим к последнему дню в Санкт-Петербурге. По сути, единственный наш нормальный день в Питере. Я пишу в чатик художников по миниатюрам, типа, ребята из Питера, посоветуйте, куда сходить, а то у вас все закрыто к чертям. Тут мне пишет Рома из чата, говорит, о, Паш, ты в Питере, давай встретимся, потусим. Я такой думаю, ну, Рому я никогда не видел, с ним не общался, ну, можно в целом, но как-то странно, типа, я человека не знаю, только по чатику, ну, в целом, что бы нет. Говорю жене, она такая, может быть, нет. ладно, давай попробуем. Направляемся мы в Бенуа Артгарден. Это на севере. В моем представлении это было что-то по типу московского винзавода, но по факту это среднего размера парк, куда завезли несколько, если быть точным, 10 арт-инсталляций. Там клевый пасечник, там смешные икони, там милая маленькая скамеечка, но больше всего нам понравилась такая старинная тоже кирпичная башня. Видимо, она была каким-то хранилищем, но сейчас ты в нее заходишь и видишь, как по периметру нарисована куча-куча-куча милых коров, а внизу стоит несколько динамиков, откуда идет И это как-то мило, душевно, что ли. Бесплатно рекомендую, если вы будете где-то неподалеку. Посмотрели мы все, смотрим по карте. А тут через дорогу гигантский, тоже дикий парк. И решаем прогуляться через него. Заходим, гуляем и понимаем, что опять куча-куча черники. Просто тьма ее. Начинаем ее собирать. Видим бабулик, дедулик, который тоже собирает. В итоге мы все фиолетово-синие, руки синие, губы синие, довольны. Вспоминаем, что у нас есть приложение на телефоне по типу поиска покемонов, только для ботаников, где нужно фотографировать растения, грибы, деревья, кусты и так далее. И все это заносится в вашу базу, вы получаете ачивки. И мы нафоткали мухоморов, сыроежек, других грибов, растений, цветы и так далее. Время нам показывает порядка 3-4 часов. Ну, пишет Рома, говорит, о, я типа освободился, приезжайте. Мы такие, ну, ладно, рискнем. Приезжаем в центр, знакомимся с Ромой, и Рома оказывается чудесным просто человеком, добрым, веселым и, что главное, наверное, для экскурсовода по Питеру, неумолкающим. Куча баек, куча историй, как он работал в Исайке, как местная школа художников развивалась и куча всякого интересного, где поесть самую вкусную шавуху. Мы в итоге там поели. Короче, Роме огромная благодарность еще раз. Спасибо большое, что в итоге он нас встретил порядка 5 часов, по-моему, было. И до часу ночи он с нами прогулял, протусил. Гуляем мы, значит, по Питеру. И Ром такой, ой, Паш, хочешь в Либердемонику зайти? Я думаю, да, чего бы нет. И двигаем мы в сторону Либердемоники, попутно общаясь, байки, все дела. И не доходя до Либердемоники, в какой-то подворотне, в какой-то... Ну, не подворотне, но в какой-то небольшой улочке мы выруливаем. И я встречаю Никиту, Блэд Кэрэд Найта, Блэд Кэрэд Пейнтера. Он такой, опа, Паша, а ты что ли здесь забыл? Я такой, ну вот, у меня тут денек есть погулять по Питеру. Он такой, отлично, пойдем бухать, отлично, пойдем. Договариваемся встретиться в баре. Он такой, о, раз ты здесь, давай я тебе коробочек на обзор выдам. И выдает мне, собственно, одного из котиков и коробку с Минотаврами. Так что ждите, скоро на канале будет обзор продукции Блэд Кэрэд Найта. Окей, распрощались мы с Никитой и двинули в Либердемонику. Там я встретил Васю главного там, встретил там Синка Ями, с которым мы неоднократно общались на стримах, но воочию никогда я его не видел. Теперь познакомились, тоже приятный, клевый парень. Сама студия Либердемоники прям нахлынула у меня воспоминания о Артфорже нашем, потому что атмосфера, убранство местное очень похоже. Даже засратый туалет прям один в один. Прям, ух, ностальгия. Либердемоника, прикольная студия. Посмотрели на их работы, посмотрели на их випы, как у них там все устроено и двинули дальше. Выходим мы, точнее, из Либердемоники. И Рома такой, о, Паша, давай, может, что, Раста позовем? Я такой, ну, типа, что бы нет. Он такой, он здесь, типа, через два дома живет. Звонит Расту, говорит, Раст, тут Паша приехал, давай тусить. Он такой, ладно, сейчас ненадолго выйду. Выходит Раст и протягивает мне колоду Аркан Лимбус Тарок Арт. Говорит, вот тебе на обзор. Так что ожидайте, на канале скоро будет еще обзор колоды Аркан Лимбуса. Дошли мы до бара, встретились с Никиткой, заказали по виске, заказали по пивку. Хорошо постояли, потому что посидеть, опять-таки, нельзя только на улице. А сам бар очень клево, колоритно оформлен изнутри под такую морскую тематику. Ну, вы знаете, Паша, короче, падок на такое дело. Посидели, пообщались. Раст рассказал про все те тернии к звездам, которые Аркан Лимбус преодолевает, преодолел. И уверил меня, и уверил вас, видимо, теперь тоже, что он намерен закончить этот проект. Что жизнь положит, но выпустит Аркан Лимбус. Так что ждем, 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 ждем. Ладушки попили, выпили, распрощались. Народ потихоньку отсеялся. И мы двинули гулять просто дальше по городу и покушать собрались. Пришли мы к ресторану Мама на даче. Тоже удивительно уютный, милый ресторанчик. Крайне рекомендую. Но, опять-таки, подождите, пока закроют... Пока откроют все ограничения. Закроют... Ограничения закрывают или открывают? Ну, короче, когда все это свернется и когда можно будет зайти внутрь. Потому что, опять-таки, в туалет можно было зайти. И внутри прям очень душевно, в камне, в дереве. Все прям тепло, уют, бабушкиной дачи. А так не получилось. Мы сидели, опять-таки, на улице, на летней веранде. Там довольно холодно было, но было вкусно. Ну, а после этого где-то до часа мы досидели. Распрощались со всеми оставшимися ребятами. Они уехали на такси в свое направление. А мы уехали на ЖДшечку. И направились в Москву. Так закончились наши северо-южно-северные путешествия по нашей стране. И в итоге я крайне рекомендую съездить в Выборг на пару дней. Конечно, рекомендую Питер на несколько дней, когда все откроется. Заезд в Приморск тоже, как бы, довольно приятен. Потому что кирха прям отличная. А вот в Сартовалу, наверное, все-таки не рекомендую. И Рускеалу, в принципе, тоже. В Рускеале, говорю, единственное, ради чего туда можно приехать, это сеть пещер. А по сути, больше там ничего такого и нет. То есть, слишком далеко, слишком, может быть, дорого даже. Игра не стоит свеч. Ну, это вот мое имхо. А на моторке, думаю, можно где-то и поближе покататься. Как-то так. Надеюсь, вам было не скучно послушать мой гундеж, бубнеж про свой отпуск. Надеюсь, свой вы проведете не хуже. А пока вы можете, как всегда, поставить лайк, написать большой комментарий, чтобы порадовать меня и алгоритмы Ютуба. А также подписаться во Вконтакте, в Телеграме и, может быть, даже поддержать меня на Патреоне. Все. Всех люблю. Всем пока. Целую. Не скучайте, не болейте. Отдыхайте. И, конечно, как всегда, отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне. А именно... Дмитрий Крикархипов, Константин Гилерполяков, Никита Раймунефедов, Крис Этерн, Юрий Хмелевской, а также, конечно же, Его Величество, Юрий Дивайн Диван Александров. Спасибо вам большущее. Спасибо. 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 Спасибо.